Масштабное строительство развернулось на территории бывшей войсковой части 45757. Комфортные условия создаются для юных жителей сельского поселения Медвежье-Озерское. Благодаря областной программе «Наше Подмосковье» здесь появится детский садик на 150 мест. В рамках выездного совещания руководители администрации Щелковского района особое внимание уделили четкому соблюдению сроков. Работы необходимо завершить до конца этого года, потребовал Алексей Валов. То есть до мороза у вас даже благоустройство в зимнем варианте будет исполнено, да? Да. Малые формы мы тоже заказали. И 25-го получаете разрешение на воду эксплуатацию. Да. Поэтому в три смены работать надо? В три. На улице Юбилейной деревни Медвежье-Озер строительство продвинулось значительно дальше. Детский сад на 220 мест уже на уровне второго этажа. Здесь работы идут также по программе губернатора Подмосковья. Руководитель администрации Щелковского района на строительной площадке бывает регулярно. Сейчас подрядчик решает вопрос организации ресурсоснабжения. Контролировать каждый день. Попутно участники выездного совещания прошлись по улицам Медвежьек, оценили состояние благоустройства. Этим летом в поселении появилось три новых детских площадки. Сейчас идет укладка асфальта внутри жилых кварталов. Десять дворовых территорий. Юбилейный. Один, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Новый асфальт. И с понедельника укладываем новый асфальт. Улица Сосновая. Все работы планируют завершить к большому празднику. Дню поселения Медвежье-Озерское. Главным подарком жителям станет реконструкция местного дома культуры. Ремонтные работы прошли практически по всему зданию. Обновили подсобные и учебные помещения, спортивный зал и кровлю. В Медвежках есть хозяин. Фамилия Уканахин, имя отчества Владимир Николаевич. Поэтому не все там хорошо. Все бы такие были, и Россия была бы другая. Будущий детский сад в Первом Советском переулке – также результат программы «Нашу Подмосковье». Долгое время оставался одним из самых отстающих строительных объектов. Однако сейчас работы наконец-то начали набирать темп. Завершена заливка фундамента. Скоро строители планируют выйти на каркас первого этажа. И наконец появился генеральный директор. Увидели. Обеспокоенность неопределенная есть. Он понимает, что впереди у него начнутся нелегкие времена. Не дай бог он не сдаст этот социальный объект до Нового года. Поэтому все работают. Посетили в рамках воезного совещания и несколько объектов, работа над которыми идет в рамках инвестиционного контракта. Компания Су-22 еще три года назад определила площадку в микрорайоне Анечково под строительство детского сада на 220 мест с бассейном. Однако возникла проблема. На территории было расположено более 100 гаражей. С собственниками договорились, построили новые помещения в том же микрорайоне. Однако с некоторыми жителями возникло недопонимание. В то время, когда часть построек уже снесена. В нескольких гаражах до сих пор стоят машины. Администрация сельского поселения Анискинская планирует провести совещание с владельцами в ближайшее время. Сегодня вызовем людей. Давайте сегодня приглашайте, чтобы уже инвестор к концу недели вышел на стройплощаду. Су-22 всегда почему-то занимала какую-то настороженную позицию в строительстве социальных объектов. И только после того, как мы поработали с ней год, у нее развернулось мировоззрение с точностью наоборот. Я уже вчера это говорил, сегодня не говорю. Поэтому и они тоже будут в нормативных рамках времени работать и сдадут объекты. А вот детский садик «Солнышко» в микрорайоне Лукиноварина практически готов. После открытия учреждение сможет принять 250 малышей. Сдача в эксплуатацию запланирована на 15 декабря. Здание не только вместительное, но и с развитой инфраструктурой. С бассейном и высокотехнологичной. Там будут и компьютерные классы, и комнаты психологической разгрузки, и игровые комнаты другого уровня будут. Как должен делать социально понимающий ситуацию застройщик. Александр Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо. Спасибо. Спасибо.